Добрый день! С вами Дови Наташа, художник компании Таир. Сегодня мы с вами разберем, чем между собой отличаются разные виды красок. Акрил, акварель, темпера, масло и гуашь. Какие у каждого варианта есть плюсы и минусы. И что же будет оптимальным выбором для новичка. Любые краски состоят из следующих элементов. Пигменты, связующие, наполнитель, консерванты и иные добавки. Пигмент задает краске цвет. Вот такие буквенно-цифровые индексы, которые пишут на этикетках художественных красок, обозначают пигменты, которые были использованы для создания каждого оттенка. Пигменты различаются по своему происхождению. Они бывают синтетические или натуральные. Однако надо помнить, что в данном случае натуральные – это именно происхождение, а не гарантия чего бы то ни было. Современные синтетические пигменты часто бывают более стабильными и безопасными. Виль пигмента, помимо цвета, также определяют некоторые свойства краски – цветостойкость и укрывистость. Эти значения также указываются на этикетках. Цветостойкость – это способность пигментов сохранять цвет при воздействии света. И чем звездочек больше, тем цветостойкость выше. И тем дольше краска может находиться под солнечными лучами без изменений. Укрывистость – это способность цвета перекрывать темную подложку. На этикетках это свойство определяется вот таким квадратным символом. Он может быть полностью закрашенным, что означает, что краска обладает хорошей укрывистостью. Закрашенный наполовину – это средняя укрывистость, значит, что краска полупрозрачная. И пустым, что означает, что краска прозрачная. Некоторые новички считают, что укрывистая краска – это краска хорошая, а прозрачная краска плохая, но это некорректно. Так как художникам в работе часто нужны краски разной укрывистости для разных техник. Укрывистос не определяется видом краски напрямую, хотя есть общие закономерности. Например, гуашь считается более кроющей краской, чем акварель, но пигмент является определяющим критерием. Так, пигмент PY34 в гуаше обладает меньшей укрывистостью, чем пигмент PG17 в аквареле. Потому что пигмент PG17, оксид хрома, укрывистость своим свойством и остается таким во всех видах краски. Вернемся к составу красок. Следующий элемент – это связующее. Это вещество, которое связывает частицы пигментов. Именно связующее определяет вид красок и их основные свойства. В аквареле гуаше в роли связующего часто выступает гомеорабик или декстрин. В масляных красках – льняное масло, в акриловых – акриловая дисперсия. Связующее определяет две важные вещи. Первое. Будет ли краска после высыхания водостойкой или нет? Так, акриловые, масляные и темперные краски после высыхания водостойкие. А акварели гуашь – нет. Если на гуашевый рисунок капнуть водой, капля оставит развод. А если на акриловой – ничего не произойдет. Потому что после высыхания акриловые и масляные краски превращаются в водостойкий полимер. Второе. Чем будет разбавляться краска в процессе рисования? Водой, маслом или специальным разбавителями. Так акрил, темпер, гуашь и акварель разбавляются обычной водой. А масло – маслом. Либо разбавителями, например, пененом. Следующий пункт красочного состава – наполнитель. Краска редко состоит только из связующего и пигментов. Если, конечно, это не акварель. В остальных случаях красочному маску нужна плотность. То, что технологи иногда называют тело краски. В качестве наполнителя обычно используются нейтральные вещества – микромрамор, кальцит, калин и тому подобное. Наполнитель позволяет увеличивать количество краски, почти не меняя ее оттенок и свойства. В премиальных линейках красок количество наполнителя обычно минимально. В ученических линейках наполнителя значительно больше, что удешевляет состав, делая его более доступным потребителю. Консерванты помогают краскам храниться и не портиться, пока художник находится в длительном ожидании творческого порыва. В некоторых красках еще присутствует загуститель, который влияет на консистенцию краски, а также иные функциональные добавки. Теперь чуть более подробно разберем разные виды красок. Акварель, наверное, самая доступная и популярная краска. Чем же она так популярна? Акварель не пахнет, разбавляется водой и очень компактно. Ее удобно брать с собой в поездки на пленеры, ведь тюбики и кюветки с акварелью совсем небольшого размера. Огромный выбор оттенков у разных производителей. Возможно закупать цвета по дному. Разнообразие техник, в которых можно применять акварель. Все это очень привлекает. Что еще нужно знать про акварель? После высыхания краска не водостойка, поэтому нужно бережно относиться к акварельным работам и беречь их от влаги. Также в аквареле очень важно выбирать краски с высокой светостойкостью, потому что гумиарабик не дает никакой дополнительной пленки. В аквареле большинство оттенков прозрачные или полупрозрачные. Это дарит акварельным рисункам характерную воздушность и легкость. Белила в аквареле, как правило, не используют. Тон и насыщенность цвета регулируются разбавлением красок водой. Акварель довольно капризна к бумаге. Одни и те же краски на разных типах бумаг будут давать порой совсем разный результат. Мы знакомились с медовой акварелью еще в детском саду. И по привычке продолжаем думать, что это самое простое в освоении краска. Но акварель не так просто приручить. И на мой взгляд в работе это одна из самых сложных красок. Гуашь. Также в голове у многих сырец с несерьезной детской или плакатной краской. Но многие известные художники работали именно гуашью. Рене Магрид, Сальвадор Дали, Пикассо, Ван Гог. Чем гуашь отличается от аквареля? Во-первых, это более плотная краска. Благодаря присутствию наполнителей. У хорошей свежей гуаши приятная кремовая консистенция. Поэтому ей чаще работают в более плотных мазковых техниках. И сами по себе эти краски обладают более высокой укрывистостью. Хотя при желании гуашь также можно сильно разбавлять и получать полупрозрачные лессировки. После высыхания гуашь образует матовую поверхность. В качестве связующего используется обычный декстрин. Это водоразбавляемый клей. Поэтому гуашь разбавляется водой и не требует никаких специальных разбавителей. Работа с гуашью по ощущениям напоминает работу с масляными красками. Поэтому в детских художественных школах часто оттачивают навыки именно гуаши. Чтобы потом перейти на масло. Гуашь более светостойкая краска, чем акварель. Но все равно, как и любая живописная работа, требует защиты от прямых солнечных лучей. Акриловые краски. Это самый молодой вид красок и живописных. Но тем не менее, даже он давно уже разменял полвета. Так что можно смело заявлять, что это качественная краска. Способность сохранить произведение искусства в первозданном виде на долгие-долгие годы. Акрил также разбавляется водой и почти не пахнет. У некоторых видов акриловой дисперсии бывает характерный запах. Но он едва заметен и к тому же легко выветривается. После высыхания акриловые краски создают в достойку латексную пленку. Которая обеспечивает работам хорошую сохранность. И небольшую дополнительную защиту от ультрафиолета. Акриловые краски при высыхании становятся немного темнее. Это происходит потому, что акриловая дисперсия по своей природе белая. А после испарения воды становится прозрачной. Это не плохо, не хорошо. Это просто факт, к которому быстро привыкаешь. И даже перестаешь замечать, когда много пишешь именно акрилом. Самое главное отличие акриловых красок – очень быстрое время высыхания. Этим активно пользуются художники, которые работают со срочными заказами. Утром можно создать картину, а вечером уже отдать ее радостному заказчику. Если, конечно, речь не идет о пастозных техниках. Кстати, об этом густые акриловые краски очень часто используют для объемных пастозных техник. В таком случае ими работают грубыми кистями или мастихинами. Пастозные работы, выполненные акрилом, высыхают гораздо быстрее, чем масляные, выполненные в такой же технике. Сравните. Полное высыхание толстого слоя масла может занимать несколько лет, а акрила – около 48 часов. Но главный плюс акрила в виде быстрого высыхания для кого-то может, наоборот, оказаться минусом. Однако для этих целей существуют специальные составы, заведляющие высыхание красок. При работе с акриловыми красками приходится работать быстрее и обязательно привыкать сразу мыть кисти после использования. Иначе они намертво засохнут и испортятся. Также акрил можно сильно разбавлять водой и работать в многослойно-клиссировочных техниках. Большой выбор дарит многообразие акрила. Он бывает густой или текучий, с разными вариантами финиша – от матового до глянцевого. Современных художников особенно привлекает непритязательность акрила к основе. Все может быть вашим холстом. Дерево, металл, бумага, пластик и любые холсты. Темпера – это также живописная краска. Однако у нее нет устоявшейся состава, потому что разные художники под понятием темпера понимают краску на разных основах. В зависимости от связующего можно выделить следующие виды темпера. Яичная, темпера на основе ПВА, темпера на основе декстрина или гумиарабика, масляно-казеиновая темпера, воскомасляная темпера, акриловая темпера. Это довольно любопытно, потому что художники разных стран, говоря о темпера, могут просто неправильно понять друг друга. На постсоветском пространстве под темпера обычно принимают краску на основе ПВА, а за рубежом часто встречается темпера на основе гумиарабика и декстрина. Почему так вышло? Исторически темпера замешивалась на яичном желтке с водой и уксусом. Именно такая темпера повсеместно применялась в иконописи, на стенной живописи, а также в народных росписях. До сих пор многие иконописцы работают исключительно в яичной темпере. Художники замешивают нужное количество краски под себя. Это максимально экономичный вариант. Но такой состав очень плохо хранится. Поэтому в 20 веке разные производители создавали свои рецепты краски, которые можно поставить в продажу и назвать по свойствам темперой. Хотя бывает в продаже и именно яичная темпера, но у нее очень короткий срок годности. Что же объединяет краски на таких разных основах? Конечно, у них есть небольшие отличия в свойствах, в зависимости от состава. Но общие черты, к которым стремятся все виды темпера, следующие. Это плотный укрывистый красочный слой, дающий, однако, частоту размывок при лессировках. Глубокая матовая поверхность. Быстрое время высыхания. Вкратце, если сравнить темперу с гуашью и акрилом, то она в целом более укрывистая, более тонко-лессировочная и не изменяет цвета после высыхания. Масляные краски. Масляная живопись вызывает много технологических вопросов. Это порой пугает новичков. Но, по моим ощущениям, работа с маслом – одна из самых приятных и простых. Масляные краски долго идут за кистью, долго остаются в рабочем состоянии и отлично смешиваются, давая очень плавные переходы. В отличие от всех предыдущих красок, масляные разбавляются не водой, а специальными разбавителями. В их составе может быть льняное или пихтовое масло, пиньенский пидар или уайт-спирит или смесь этих компонентов. Все эти разбавители, растворители, специальные лаки и иногда даже сами масляные краски обладают выраженными запахами, что тоже накладывает некоторые ограничения, например, для аллергика. Кстати, частая ошибка, которую допускают новички, первый раз столкнувшись с классическими масляными красками. Пытаться разбавлять масло водой, но это невозможно в принципе. Масляные краски смешиваются между собой, а вода никак не задействована в этом процессе и только мешает. Масло долго полимеризуется, поэтому до покрытия картины лаком рекомендуется выдерживать время не меньше полугода. Масляные краски также более требовательны в подготовке и выборе холста для работы. Масляные краски, профессиональные маслянистые любят качественные льняные холсты, тщательно проклеенные и прогрунтованные. Сочетаем из красок друг с другом. При желании, все водные краски, акварель, гуашь, акрил и некоторые виды темперы можно спокойно смешивать между собой. Гуашь и акварель при смешивании с акрилом будут становиться более глянцевыми. А если акрила в этой смеси будет больше, то красочный слой еще и приобретет водостойкость. А вот масло нельзя смешивать ни с одной из этих красок. Точнее смешать их можно. Сами пигменты и наполнители перемешаются, но из-за разницы основ в лучшем случае получится неприятная по консистенции и разносимости субстанция. Кроме того, существует незыблемое правило. Акрил можно наносить под масло. Например, первым слоем сделать акриловый фон, имприматору или подмалевок. А когда акрил высохнет, работать маслом. Но акрил нельзя наносить поверх масляных работ. Это касается и акриловых лаков, и акриловых красок. Маслу для высыхания нужно дышать. Как мы уже говорили, это довольно длительный процесс. Слой масляной краски может схватиться сверху, но еще остаться подвижным внутри. Если в этот момент сверху нанести акриловый лак или краску, то образовавшаяся латексная пленка почти полностью перекроет циркуляцию воздуха и помешает процессам полимеризации. Из-за этого не всегда сразу, возможно через месяц или даже годы, картина может покрыться трещинами или даже начать отваливаться кусками. Глянцевость. Большое значение на восприятие цвета играет также показатель глянцевости. В гуаше, темпере и матовых акриловых красках кажется, что цвета немного глохнут после высыхания. Теряют яркость. Это происходит именно из-за разницы восприятия. Когда сырая краска блестит, отражает и бликует. То и цвет под ней смотрится ярче. Впрочем, вернуть краскам яркость довольно легко с помощью дальнейшей лакировки глянцевым лаком. Но многим нравятся именно матовые краски за их приглушенные бархатистые оттенки. Надеюсь, это видео помогло вам узнать немного больше о красках и их разновидностях. Хотя, конечно же, о каждой из них можно было бы снять отдельный многочасовой ролик. Под этим видео вы можете скачать PDF-документ небольшой шпаргалкой о разных красках и их особенностях. Какую же краску выбрать новичку? Здесь у каждого художника будут свои советы и предпочтения. Любой выбор будет хорошим, но не помешает предварительное изучение информации о каждой краске, чтобы знать, чего от нее ожидать. Но если бы вы спрашивали моего совета, то я бы вам рекомендовала для начала гуашь и лякарин. Гуашь, потому что с ней проще тренироваться в смешивании разных оттенков, пробовать делать плавные переходы и при необходимости подразмывать, смягчая касание. Акрил, потому что любой недочет легко и быстро исправить. Просто просушить краску и нарисовать заново. А лучший вариант – попробовать разные краски и выбрать то, что вам больше нравится, чем приятнее работать именно вам. Творите с удовольствием и до новых встреч!